Микс Ньюс Олег Пеков, студии «Среда», как всегда, 17 часов, программа «Синема», и только сейчас, прослушивая заставку, я понимаю, как же она устарела мировые премьеры блокбастера Голливуда. Когда мы их увидим? Вообще, вот об этом будем сегодня мы говорить. В нашей студии Сергей Мусатов, представитель кинокулц. В общем-то, прекрасная возможность увидеть старое доброе кино на большом экране. Культовое. Культовое, действительно. Добрый день. Самое-самое удивительное, что, может быть, какие-то из этих фильмов мы смотрели еще в каких-то жутких видеосалонах, там, с гнусавыми переводчиками на маленьких экранах, там, с мутным изображением, и сейчас возможность увидеть их в кино, но не сейчас. Ну, вот скажем так, у меня есть мечта получить права на какой-нибудь фильм и поставить с гнусавым переводом. То есть, «Крепкий орешек» с переводом Владарского или Михайлова я бы посмотрел, и я думаю, что найдется аудитория, которая тоже хотела бы такую версию увидеть. Но посмотрим, когда. Доживем до этого момента. Ну, а пока вот сразу, может быть, самый главный вопрос. Когда люди смогут увидеть новое кино на экране? Вот есть ли ответ на этот вопрос? Нет вопроса. Нет такого ответа. У нас, естественно, самый первый фильм, который мы все ждем, это фильм Кристофера Нолана «Довод», «Тенет», который изначально был запланирован на середину июля, потом на конец июля, сейчас на середине августа. И вот последняя информация пока что еще не от студии, но от аналитиков, что не верят они, что вообще летом «Тенет» выйдет. «Тенет» от студии Warner Bros., а другая студия, Disney, со своим фильмом «Мулан» смотрит, что делает «Тенет» и тоже двигает свой фильм, который я, насколько помню, он даже… У него состоялась премьера в марте, но это было именно премьера, потому что как раз все быстренько закрыли, и поэтому неясно, когда увидим. И тут почему неясно, потому что есть какие-то ключевые рынки, и эти ключевые рынки, неясно, что с ними произойдет. Во-первых, это, естественно, Америка и конкретно два штата, это Калифорния и Нью-Йорк, где Калифорния, например, вчера как раз новости последние были, что все кинотеатры закрыли снова. Но в Нью-Йорке, в свою очередь, тоже ситуация неясна. Поэтому сейчас, на самом деле, из пяти тысяч кинотеатров США открыты лишь тысячи в различных штатах, и еще 300 кинотеатров на колесах. Ну, drive-in кинотеатры. Это, значит, первый рынок, а второй рынок – это Китай, естественно. В 2019 году в Америке был общий бокс-офис 11 миллиардов, в Китае было 9 миллиардов. И все думали, аналитики, что 2020 год будет как раз тем годом, когда Китай обгонят. Ну, не случилось, но факт тот, что да, в Китае, в свою очередь, 12 тысяч кинотеатров, и они все закрыты. Поэтому неясно, когда китайский рынок откроется, когда откроется американский рынок полностью, плюс еще, скажем, вся ситуация с Мексикой и Бразилией, где тоже бушействует коронавирус, то этот рынок тоже важен для, например, Диснея, у которых Бразилия и Мексика был очень весомым рынком для семейного кино. Поскольку Европа относительно, естественно, как-то совладала с вирусом, все равно у нас пока что новое кино не запускают, потому что вот эти ключевые рынки закрыты. Поэтому мы удовольствуемся либо релизами, которые изначально были запланированы на стриминг-платформах. У нас, например, будет в августе фильм «Поум Спрингс», не помню, мне кажется, даже, может, еще нет локализированного названия, который вышел в Америке на стриминг-платформе «Хулу» эксклюзивно. И поскольку «Хулу» у нас недоступен, то у нас будет такая возможность легально посмотреть фильм в кинотеатрах. Поэтому какие-то новые фильмы будут, но такого, чтобы широкого проката, ну вот надо будет еще подождать. Надеемся на осень. Ну вот я смотрю под шумок, пока закрыты кинотеатры, очень активизировались действительно стриминговые платформы, и, в частности, Netflix выпустил с этими «Бессмертными войнами» с Шарли Стерон, сейчас боевик, который очень… «Отгард», да. Да. И сегодня буквально читал новость о том, что уже планируют они сделать из него трилогию, там продолжить, ну, ковать железо, я понимаю, пока горячо. И получается так, что, ну вот они заполняют эту нишу, образовавшуюся пустотой, и что же тогда Голливуду-то делать? У Чарли Кауфмана, сценариста к фильмам «Адаптация» или «Eternal sunshine of the spotless mind», «Сияние чистого разума», «Вечное сияние чистого разума», у него была цитата по отношению к критике к Netflix. Многие критикуют Netflix за то, что они губят кино, а он говорит, на самом деле студии губят кино, а не Netflix. Netflix, наоборот, является платформой, где фильмы с средним бюджетом могут найти себе место. Поскольку ещё с 2008 года мы замечаем тенденцию в кинотеатральном прокате, что в основном показывают франшизы, в основном показывают Marvel Comics, DC Comics, или быстрые и безжалостные и такого вида фильмы. То есть те фильмы, у которых относительно маленький риск, поскольку, естественно, люди придут. И с такой позиции, конечно, то, что коронавирус показал, оно, мне кажется, только ещё подтолкнул чуть-чуть ту тенденцию, которая уже была. И в этом плане, на самом деле, надо радоваться, что есть такая платформа, как Netflix, которая может дать деньги авторам создать свои фильмы. Например, «Братья Коэны» тоже рассказывали про свой фильм, Netflix, баллада о Бастере Скраксе, который вышел в прошлом году, мне кажется. И это была антология, которая стояла из шести маленьких, очень интересных рассказов в стиле вестерна. И в интервью, не помню, какому журналу, они рассказывали, что сейчас просто гораздо сложнее получить деньги финансирования на подобный проект от студий. Поэтому они, в принципе, даже и не шли с этим проектом к студиям, поскольку они обожглись уже на предыдущих. Поэтому с этим проектом они сразу шли к Netflix. Netflix денег им дал, поэтому они снимают своё кино. Хотя и здесь ведь есть проекты с огромнейшим бюджетом. Там тот же самый «Властелин колец», который там, по-моему, чуть ли не… Я боюсь, сейчас миллиард, если я не ошибаюсь, там чуть ли не… На весь сериал возможен, да. Но это самый дорогостоящий сериал от студии Амазона. Да, и опять-таки приостановили тоже съёмки, поэтому непонятно, когда мы его увидим, этот сериал. Но, естественно, это «Властелин колец», поэтому они всё-таки финансируют. И можно упомянуть того же Мартина Скорсесси, у которого тоже были проблемы с финансированием своих фильмов. И это Мартин Скорсесси. Казалось бы, ну кому уж Мартин Скорсесси надо дать денег, чтобы он снял свои… Ну, будем реалистичны, одни из последних фильмов. Поэтому в случае с «Ирландцем» он пошёл к «Нетфликсу», а в случае со своим следующим фильмом, где будут и его муза «Новая Ди Каприо», и его муза старого поколения «Де Ниро», наконец-то на общем экране в фильме Скорсесси, этот фильм, в свою очередь, будет запускать «Эппл». То есть, у студии сейчас просто вот на такого рода рискованные, можно сказать, проекты, да, не хватает денег. Но это, конечно, тоже странная позиция, потому что, опять-таки, в какой-то момент кому-то тоже надоест. Это многие блокбастеры. Мне кажется, даже был такой термин «сиквелит», что просто надоели эти все сиквелы, и надо вот что-то свежее. Но ведь даже, по-моему, проводили исследование, брали, по-моему, двадцатку «Бокс-офиса», и смотрели, что там практически вообще нет ни одного фильма с оригинальным сюжетом. То есть, это обязательно должен быть или сиквел, или ремейк, или, ну вот что-то. Адаптация книги, да. Да, адаптация. То есть, нету такого, чтобы это была свежая какая-то идея, но в этом тоже усматривали такую опасность. За исключением Кристофера Нолана. Ну, кстати, да. Но его фильмы не выходят. Сейчас, да. Но с Кристофером Ноланом я понимаю, что к выходу этого фильма будем подогревать интерес, вспоминая его прошлые работы. Да, как раз поскольку, ну это, в принципе, тенденция и мировая, когда только начался кризис, и было ясно, что многие новые фильмы не выходят, тогда Warner Bros. предлагали кинотеатрам взять какие-либо фильмы из их каталога. И поэтому такая тенденция осталась и в Латвии, и тоже у нас есть возможность посмотреть какие-то фильмы из их каталога. В том числе и фильмы Кристофера Нолана, такие как Interstellar, такие как Inception. Начало, да, его как назвали. Начало, а Interstellar между звезд. Нет, по-моему, его так даже и переводили. Просто Interstellar. Interstellar, да, замечательно. Трилогию Бэтмена, то есть и Бэтмен, и Тёмный Мститель, Тёмный Рыцарь, извиняюсь. То есть эти фильмы, да, сейчас возможно посмотреть на большом экране в кинотеатре Киноцитадео, в Ice Sense зале. То есть на самом деле для поклонников такого кино это тоже какой-то подарок. Вы посмотрите того же Тёмного Рыцаря на большом экране и бенефис хита Леджера, это, естественно, удовольствие для киномана достаточно высокое. Но не только новым мы обходимся, мы ещё поставили в программу Безумного Макса, последнего Mad Max Fury Road, который тоже на некоторых сеансах ещё доступен для зрителей. Все сеансы, кстати, можно найти на сайте Farm Cinema SLV, то есть сайт Киноцитадео, или на Фейсбуке, на нашей странице Кинокудс в ивентах. Там, в принципе, можете найти и остальные фильмы, то есть, например, кубрика фильма «The Shining», «Сияние». Да, мы вот решили его показать, и следующий сеанс будет уже в воскресенье. Я бы рекомендовал как раз, я просто думаю, что какие-то фильмы Нолана мы ещё сможем поставить в репертуар и на следующей неделе. А вот, например, «Сияние» мы покажем, и если зрители будут, то поставим дальше. На самом деле, кажется, что его прокат будет короче. Поэтому в воскресенье, если у вас ещё есть время, например, незапланированный вечер, тогда обязательно стоит сходить посмотреть на большом экране. Потому что, ну, моё личное мнение, что если не видели кубрика «Сияние», то вот лучшей возможности на большом экране с хорошим, отличным звуком, конечно, не будет. Поэтому рекомендую, да, его. А также у нас будет фильм «Фантастические существа», «Фантастик Биаст», то есть фильм, который продолжает Патриану первая часть, поскольку вторая часть, ну, так. Ну, так, ну, не очень. Ну, посмотрим, как будет с третьей, с третьей частью там столько уже проблем, что неясно, когда третья часть вообще выйдет ли. Но это я забегаю уже вперёд, поскольку сам не являюсь большим поклонником Гарри Поттера, но вот вторая часть меня немного огорчила. Ну, а говоря про «Сияние», вот я до сих пор вот не могу понять, почему Джек Николсон не получил «Оскара» за лучшую роль, потому что я вспоминаю, ну, вот этот момент я вспоминаю, когда он разговаривает с… Мы понимаем, что это всё он сидит в баре и напиваясь вот такой, ну, чуть ли не 10-минутный монолог, от которого бегут, ну, просто мурашки бегут, потому что ты понимаешь, что человек сошёл с ума, и вот ему всё это пригрезилось. И вот как это нагнетается, эта жуть просто какими-то, ну, совершенно без каких-то резких звуков, без типичных приёмов фильмов ужасов, тем не менее, вот становится жутко страшно. Вот именно жутко, то есть фильм сам о себе… Я знаю, что многие воспринимают фильмы ужасов как фильм ужасов, где есть внезапный испуг. Называется термин на английском «jump scare», то есть подпрыгнул от испуга. И в сиянии такого нету, в сиянии как раз такая жуткая атмосфера, и чувство, как будто за тобой кто-то наблюдает, сам отель «Оверлук» за тобой наблюдает. И мне кажется, что он достиг этого, поскольку там настолько много всяких деталей, которые не объяснены и не ясны, что такая вот нестабильность на протяжении всего фильма как раз и остаётся. А вот почему Джек Николсон не получил, но вот в киноакадемии, к сожалению, есть такой маленький, ну, может, даже не маленький минус, они просто фильмы ужасов не номинируют и не считают это как востребованным жанром и жанром, который можно назвать искусством. Хотя на самом деле, если присмотреться, то многие, многие фильмы ужасов как раз достаточно высокого качества, особенно учитывая, что есть, точнее, при помощи страхов мы как раз можем получить какую-то драматическую линию, которую обычно, скажем, в драмах мы не получаем. Поскольку, скорее всего, интереснее наблюдать как раз за героем, который идёт против своих страхов или вынужден идти против своих страхов. Я бы сказал, что это и драма в самом деле, это в чистом виде драма, потому что мы видим историю семьи, которая вот с супругом, которого играет Джек Николсон, с женой и с ребёнком, когда они приезжают и остаются присматривать за опустевшим совершенно отелем. Вне сезона. Вне сезона, да, как раз, когда там нет ни одного человека. Это самая настоящая драма, которую можно воспринимать и абсолютно реалистично, как будто бы мы можем предположить, что, ну да, почему бы, просто это какие-то видения, которые происходят в голове героя. Ну, более того, достаточно известная история, что Стивену Кингу сияние Кубрика не понравилось, поскольку он сказал, что Кубрик вообще не понял меня, не понял книгу и снял что-то очень красивое. То есть, это Кинг не отрицает. Стивен Кинг автор книги сияния. Но он говорил, что его книга была об алкоголизме. И это, да, действительно семейная драма об алкоголизме, где происходят вот такие жуткие вещи, но жуткие вещи – это лишь фон. А на самом деле это семейная драма, как вы и сказали. Поэтому, на самом деле, Кинг считает, что правильная версия экранизации книги сияния – это телевизионный фильм 97-го года. Но кто будет смотреть телевизионный фильм 97-го года? Поэтому лучше, конечно, смотреть, прочитать Кинга и посмотреть Кубрика. Тем более, вот меня всегда потрясало то, что, наверное, Кубрик – он единственный режиссер, который каждый раз, ему как будто бы было скучно работать в одном жанре. Обычно бывает, что режиссер работает в одном, исторические фильмы снимает, кинокамеи. То есть, у него начинается какая-то специализация. Если взять карьеру Кубрика, вот «Спартак» – это пеплом, «Барри Линден» – это совершенно такая костюмированная историческая драма. И в каждом фильме, вот, ну, «Цельнометаллическая оболочка» – это один из лучших фильмов о войне. Антивоенный. Ну, такой антивоенный фильм. Но антивоенный у него продолжается. У него было и «Paths of Glory». Да, это был ранний. Один из его первых фильмов, он тоже был антивоенный, и эта у него линия продолжается. Но я абсолютно согласен, и, например, его последние фильмы с широко закрытыми глазами тоже абсолютно отличные от остальных его фильмов. И «Одиссея» – это космическая, в свою очередь, сага об искусственном телекте. Самое поразительное, что в каждом из этих жанр, вот он берётся за этот жанр, и он создаёт шедевр, который дальше открывает, ну, то есть, начинают копировать. Он ведь первым вот эти космические съёмки, затем все просто копировали, ну, вот, ну, явно под влиянием. В «Сиянии» он практически вот, ну, как-то установил тоже многие какие-то законы жанра, вот он открыл и положил. То есть, это вот, конечно, поражает, что ему как будто бы скучно повторять себя, и он каждый раз с каждой картиной изобретает что-то новое. Ну, и «Сияние» – это один из таких, действительно, самых его сильных фильмов. Вот сейчас как раз интересный режиссёр, за которым стоит последить, это Лука Глодониньо, у которого тоже был фильм «Call me by your name», «Зови меня по своему имени». Следующий был «Суспири», абсолютно, абсолютно другой фильм. А следующий, следующий будет «Лицо со шрамом» «Скарфейс», ремейк фильмов 80-х с Алимом Пачино. И тоже очень разная фильмография, поэтому очень интересно будет, какие жанры он, в свою очередь, попробует. Мы сейчас буквально ненадолго прервёмся и продолжим программу «Синема», не переключайтесь. Продолжается программа «Синема», я напоминаю, что в нашей студии Сергей Мусатов, представитель, возглавляющий кинокулц, который дарит нам возможность посмотреть старые, и не совсем старые, а относительно современную уже классику. В частности, фильмы Кристофера Нолана. Да, вот по-латышски всё-таки «Старп Звайк» знаем, хотя мне кажется, что в русском варианте, ну вот русской локализации «Интерстеллар» решили не переводить, потому что какое-то такое замысловатое слово. И вот, ну вот, вроде сразу «Интерстеллар», о. Хотя вот я понимаю, что с локализацией названий всегда возникают, мы все помним, наверное, классические эти «Some like it hot» в «Жазе только девушки», когда переводили и давали более, может быть, ну такое коммерческое название, потому что… И когда мы прокатывали европейский фильм, мы всегда подходили к локализации названий с двух сторон. Либо мы локализируем очень аутентично и переводим буквально, либо нам надо придумать какое-то название, которое будет передавать смысл фильма или намекать на фильм, но при этом оно будет не дословный перевод, а лучше всего, если он будет еще более коммерческий. У нас, например, хороший пример был в российском рынке с комедией «Поу Бларт Молкоп», который перевели как миссия… нет, не миссия, а… ой, забыл совсем, но вторую часть мы перевели – миссия «Вегаси». Это то, что я к чему веду, это к тому, что, как я рассказал, вот это слово «миссия» или «операция» или «приключение» – это очень популярно как раз в России, в российском рынке, когда обычно локализируют для того, чтобы завлять зрителей. И у нас точно такой же был подход, что мы ищем какое бы, например, уже существующее название бы играть. Вот, например, у нас был фильм «Свейс Арми Мэн», что является… Человек-швейцарский нож, да. Да, игрой – это как бы игра слов, поскольку «Свейс Арми Найф» – это вот известный нож. Мы его перевели, в очередь, как «Манс Драукс Ненопеденс Лоитис», который как бы играет с известной латвийской кинолентой «Манс Драукс Ненопеденс Силвекс». Вдруг человек несерьёзный, да. Да, но мы получили много комментариев, кто додумался до такого названия, но самое главное, что мы считаем, что это одно из самых успешных наших названий, поскольку оно создало диалог. И, в свою очередь, люди узнали об этом фильме, поскольку если… Ну, позиция такая, лучше пусть они говорят о названии, потому что названия не будут тем препятствиями, которые не позволят сходить на фильм, поскольку не создатели фильма придумали название. Это мы придумали название. И название на фильм не влияет. Поэтому, да, они могут поспорить, и они могут быть недовольны, но они узнали об этом, они создали диалог, и другие люди узнали об этом и сходили в кино. Но, с другой стороны, нужно ли согласовывать это название с… Большие студии, да, большие студии так делают, особенно это случается с многочисленными героями комиксов, где к нам тоже обращаются часто с советами либо представители Disney в Латвии, либо представители Sony в Латвии. Как вы перевели бы этот текст? Поскольку в Америке многие комиксные супергерои названы каким-то словом. Например, в комиксах Spider-Man есть герой Carnage. Carnage – это мясо, месиво, это же скач. То есть, можно назвать его Carnage, можно его перевести. И тут уже как бы непонятно, как лучше сделать, поэтому это такое субъективное решение. Тем более, что часто бывает, что у фильма появляется продолжение. Я очень хорошо помню, когда фильм Hangover перевели как «Мальчишник в Вегасе», затем вдруг начались другие совершенно какие-то их продолжения названий, которые уже были очень сложны. И они выкручивались, по-моему, на третьем фильме там уже приходилось какие-то чудеса, чтобы сохранить слово «Мальчишник» в названии, как вот часть этой франшизы, чтобы людям было понятно. А сначала было похмелье. А сначала было похмелье, да. Но и который перевели как «Мальчишник», а затем уже «Мальчишника» не было, но его нужно было каким-то образом всё время привязывать к этому названию. Это была просто головная боль локализаторов, я помню, что об этом очень много писали. Нет, ну сами выкупали себе могилу. Но, с другой стороны, вот пример, почему иногда надо делать, потому что я думаю, что многие слушатели не согласятся с нашей практикой. Это вот то, что я как раз упомянул, это «Паддингтон». Это «Паддингтон», фильм, который, если он выходит в Англии, то всем ясно, что это за фильм. Это фильм о «Медведе Паддингтоне», о котором уже выходило множество книжек, который назван в честь станции «Паддингтон», который у нас есть в метро. В свою очередь в Латвии, например, но никто же не знает, что такое метро в Англии «Паддингтон» или какие были книги раньше. Поэтому тут надо назвать «Латвии и Паддингтон», или «Приключения медвежонка Паддингтона», такого вида названия, чтобы рассказать, о чём именно будет фильм, поскольку само название Паддингтона ни о чём не говорит. Так же самое было с тем же «Скайфулом», который перелили как «Операция Скайфул». Ну да, потому что само слово как бы тяжело или его переводить, или оставлять, он там совершенно ничего не говорит. Хотя на самом деле в фильме оно не было «Операция», это был его дом. Я понимаю, что такие популярные слова, как «миссия», «красотка», там ещё какие-то. «Красотка» – это вообще отдельная замечательная история, что когда в 90-х вышел фильм «Красотка», в начале 90-х, 91-й год, мне кажется. Потом 97-98-й была «Сбежавшая невеста», то очень-очень ловкий локализатор назвали этот фильм «Красотка-2», «Сбежавшая невеста». Никакой, естественно, связи с «Красоткой-2» там не было, но «Сбежавшая невеста» – да. Так что, конечно, название, ну как говорят, как вы яхту назовёте, так она и поплывёт. То есть от названия хорошего фильма очень многое зависит, и какое-то ёмкое, хлёсткое, запоминающееся название, которое всё время на слуху, и главное, не затёртое, не смешивающееся там с другими, потому что иногда бывает, что просто названия, которые вылетают сразу из головы или там 10 фильмов, они примерно одинаково называются, то есть это всё тоже создаёт ненужную конкуренцию. Ну да, но у нас, кстати, в Латвии тоже немного с этим проблемы, что многочисленные названия фильмов как-то не являются очень созвучными или завлекающими. То есть есть такие единицы, как «Криминал Сэксиленс Исфаунс», которое такое озвученное, интересное название, вот придумал автор. Или «Семь миллиардов лет до нашей встречи», «Септим, не миллиарды гады», тоже малобюджетный фильм, а в основном названия такие, ну, немного скучноватые. И с этой позиции ещё и важны даже такие детали, как насколько легко будет найти этот фильм. То есть если называете фильм одним словом, который просто, ну, например, мы прокатывали фильм «Буакус». И искать фильм «Буакус» по слову «Буакус» может быть сложновато, потому что это просто латышское слово. А вот если у тебя какое-то более такое оригинальное название, придуманное название, тогда уже как раз больше вероятность, что в поисковике он выскочит на первом месте. Названия длинные. Вот мы все помним, что был же фильм, когда с Мадонной снял Гай Ричи, оригинальное было там название тоже там «Унесённые течением в море, в лазурный день на берегу чего-то там». То есть это само какое-то… Гораздо длиннее, чем оригинальное. «Swept away», да? Да. То есть это, в принципе, наверное, тоже длинные названия дают возможность, с одной стороны, ну, чтобы не испугать зрителя, а с другой стороны, чтобы он не спутал этот фильм с другими. «Хорошие парни», вот я смотрю, тоже ведь будет, я надеюсь, будет, эти «Good service». А, «Good service», да. Но вот нет. На самом деле, да, сейчас сложно с теми сеансами, которые мы уже запланировали, поскольку запланировали мы эти сеансы еще в то время, когда мы могли заполнить большой «I-Sense» зал, где сидели бы 600 человек. Но сейчас, не только сейчас, а как мы предполагаем, в этом году точно, и, скорее всего, просто пока мы еще не получим и не распространим вакцину в Латвии, то, скорее всего, будет оставаться ограничение по 2 метра. Поэтому такие варианты, как показать, например, «Good service», ну, вот пока что мы, скорее всего, откладываем это кино до следующего года. С другой стороны, «Матрица» у нас была запланирована в марте, она была запланирована 13 марта, именно в тот день, когда все и накрылось. Поэтому «Матрица» у нас уже был распроданный сеанс, и мы его перезапустим, только мы просто разделим этот заполненный сеанс на 4 разных сеанса, и тогда, в принципе, распределим эту аудиторию. И «Матрица» поэтому будет, скорее всего, в конце августа, в начале сентября, плюс еще добавим тогда и вторую и третью часть, поскольку надо, естественно, подготовиться к четвертой, которую, к сожалению, тоже перенесли. По-моему, же еще ее снимают или уже отсняют? Снимают, да. Да, еще пока в процессе. По съему, кстати, хорошая новость из Голливуда, или, скорее, вне Голливуда, это то, что некоторые съемки возобновились. Вот мы помним, что «Миссия невыполнима» как раз была одним из первых фильмов, которые как раз приостановили, поскольку съемки были запланированы в Италии. А тогда как раз в Италии вот была вспышка. Но сейчас они, скорее всего, возобновятся, съемки в сентябре в Норвегии, поскольку, я так понимаю, что Саймон Пегак теперь рассказывал, что сцены на свежем воздухе, они все-таки могут снять, правильно? Поэтому на это они будут концентрироваться. А еще один фильм, который тоже на свежем воздухе и частично, естественно, с зеленым экраном, это «Аватар 2», который мы ждем, 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 ждем сколько лет. Это уже, по-моему, не смешно. Сколько-то действительно какой-то долгострой получился у Джеймса Камерона. Джеймс Камерон сейчас живет в «Аватаре», у него запланировано, сколько, еще 4 части, и сейчас возобновили съемки в Новозеландии. А также, я сейчас перепроверю на всякий случай, да, «Джурассик Парк», парк юрского периода, который тоже в основном на свежем воздухе, то вот такого вида кино как раз можно еще пока что снять. По-моему, это как раз та версия, где вернутся герои самого первого оригинального фильма, и тоже это такая должна быть очень приятный момент для фанатов именно этой франшизы. Да. Получается, что все-таки съемки потихонечку продолжаются, и вот несмотря на коронавирус, все-таки студии планируют, но не получится ли так, вот как дальше будут распределяться те релизы, потому что ощущение, что вот сейчас накопилось большое количество фильмов, которые еще не вышли, а затем не будет ли такого провала, то есть, ну, когда вот выйдут сразу, наступая друг другу на пятки Джеймс Бонд, там все. Я даже не знаю, вот я не знаю, насчет будет ли провал. Вроде как, да, мы какое-то время, возможно… Мне кажется, что они скорее начнут съемки, чем откроют кинотеатры в Америке. То есть, съемки уже потихоньку начинаются, и со всеми предостережениями, это возможно, просто это, скажем, займет больше времени или больше денег. Скорее всего, оба. Но у нас просто получается так, что все, например, сдвинулись на осень, то есть, это «Чудо-женщина», это «Черная водова», это новый Джеймс Бонд. Фильмы, которые были запланированы осенью, они передвинулись чуть дальше, поэтому я не уверен насчет провала, я скорее, опять-таки, возвращаюсь к началу, нашего разговора, скептически отношусь к тому, что мы увидим, кроме блокбастеров в кинотеатрах. То есть, похоже, что настолько плотно блокбастеры будут потом выходить, что не останется залов для вот таких более маленьких фильмов. И это печально. Говоря про залы, я знаю, что ведь есть еще одно место, где летом показывалось кино под открытым небом, как раз-таки вот. У нас даже два. Сейчас в Риге два места открыты. Это, к сожалению, оба сеансы проходят по четвергам, то есть надо будет выбирать. Но сеансы проходят в спикере, спикере показывают новое латышское кино. А в свою очередь в культурный, культурный стайл по Аутентика, там мы в сотрудничестве с посольством США отобрали программу с очень… Ну, мы отбирали, я ее отбирал в январе-феврале, поэтому мне казалось, что очень правильная тема «Вместе» и «Команда». Сейчас это звучит более таки радикально вместе. Но под этой программой мы собрали классику, мы ее открыли как раз в прошлом четвергом с фильмом «Охотники за привидениями» 1984 года. А сейчас будем показывать фильм, в этот четверг, фильм Веса Андерсона «Life Aquatic with Steve Zissou». Да, это… «Жизнь, родная жизнь со Стивом Зissou». И дальше у нас тоже запланированы многие фильмы, такие как «Банда Оушена» или «Мстители». Первые самые. Да, да, самые первые. Потому что куда уж более важная команда в последние два десятка лет. И многие фильмы такие, как «Леон», например, или «Пятый элемент». Поэтому, да, стоит тоже посмотреть на Фейсбуке, на странице «Кинокульта», в ивентах, что мы запланировали, поскольку мы постаренно добавляем новые и новые фильмы. По четвергам и во сколько начинаются сеансы, чтобы там не было слишком светло? По четвергам «Вход бесплатный» и начинается… Мы запускаем уже с 10, а фильм начинается в 11. И это всё под открытым небом, то есть там всё… И «Вход бесплатный». И «Вход бесплатный». Друзья, слушайте, следите действительно за событиями, потому что это замечательно. Слово «бесплатный», мне кажется, там так редко сейчас звучит, всё стоит денег. Насколько вот эти все фильмы сложно достать, раздобыть, договориться? То есть вот насколько это… С одной стороны, я так понял, что Warner Bros. открывает возможности. Да, пожалуйста, выбирайте, но любые фильмы… Ну, не совсем так, что «пожалуйста, выбирайте». Мы отсылаем, например, какой-то желаемый список фильмов, и потом уже вместе с ними собираем конкретную программу, которую мы вот на протяжении некоторых недель будем добавлять, поскольку, опять-таки, мы думали, что «Тенет.дот» выйдет в середине августа. Скорее всего, пока нет. Поэтому и наша программа тоже удлиняется. Но, естественно, и Warner тоже интересно, чтобы мы продвигали Нолана, поэтому фокус тоже на Нолана. Но на самом деле я не жалуюсь, потому что я хотел посмотреть те фильмы в любом случае, особенно тревогию Бэтмена, поэтому с удовольствием пересмотрю. А с посольством США у нас уже достаточно долгосрочное сотрудничество. Мы с ними делаем и кино на свежем воздухе, и также мини-фестиваль каждый год делаем, вот уже второй раз сделали в этом феврале, фестиваль независимого американского кино, где мы показываем такие очень малобюджетные ленты. То есть там, кстати, вот с посольством США очень удобное как раз сотрудничество, поскольку и им интересует показать культуру кино из Америки, и нам интересует, естественно, посмотреть, особенно те фильмы, которые в Латвии легально не вышли, это как раз учитывая этот мини-фестиваль, где мы отбираем в основном фильмы, которые в Латвии просто не показывали, поскольку нет коммерческого потенциала. Но я с этим согласен, что нет коммерческого потенциала. Но, с другой стороны, хочется же увидеть на большом экране, поэтому такая возможность тоже есть. Но они как раз ориентированы на то, чтобы показать фильмы, которые, может быть, были на фестивалях, получали награды, но не показывались. Ну, то есть отражающие жизни Америки? Это мы ориентированы на те фильмы, например, в рамках того фестиваля, но в рамках, например, «Аутентики», но «Мстители» не были на фестивалях. В рамках «Аутентики» у нас позиция такая, что, в принципе, культура американского кино тоже основана на блокбастерах и многобюджетных фильмах. То есть это тоже не стоит вычеркивать. Особенно учитывая, что, возможно, да, в последнее какие-то время, поскольку столько много блокбастера выходит, то слово «блокбастер» уже стало несколько таким с негативным оттенком. Но, тем не менее, есть же отличные, большие, многобюджетные фильмы, которые мы любим. Кстати, интересная новость была тоже из Америки, что «Звездные войны» пятый эпизод снова взобрался на топ бокс-офиса, поскольку они перезапустили, ничего другого нет. Поэтому «Империя» наносит ответный удар, снова заняла первую позицию. Сколько лет прошло с тех пор. Кстати, один из моих самых любимых фильмов во всей франшизе, вот именно почему-то пятый, может быть, потому что я увидел его первым на Московском кинофестивале еще в 80-е годы, вот в середине 80-х, это было просто шоком и открытием. То есть, это было достаточно свежее кино по тем временам. Он, по-моему, вышел в 81-м или 82-м году, и было здорово. А в 80-е, мне кажется, потому что они были 77-е, в 80-е и 83-е, наверное. Да, в 80-е и 83-е, да. Но, если я не ошибаюсь, и, надеюсь, я не ошибаюсь, в пятой же части Йода появился. Да, да. Поэтому, естественно, это лучшая часть. Ну, и эти знаменитые ходячие, я не помню, как они назывались, но эти вот страшные сооружения. Как слоны на тех комариных ногах из картин Сальвадора Дали. Очень интересный, то есть, и сам сюжет, и, в общем, все было, мне кажется, очень продуманным именно в этой части. Так что, да, здорово то, что можно будет посмотреть фильмы Кристофера Нолана. Будет ли возможность, например, начало, не начало, а, господи, Моменто? Моменто сложнее. Другая студия. А, понятно. Поэтому, вот, тут справа сложно сложнее получить. Поэтому Моменто, например, сложнее, Престиж тоже сложнее. Посмотрим, как, естественно, получится дальше, опять-таки. Ну, не ясно, как будет и с осенью, но пока что будем концентрироваться на эти. Ну, что же, у нас время нашей сегодняшней встречи подошло к концу. Еще раз можно будет, наверное, следить за всеми выходами, релизами фильмов в страничке форум Cinema.Solv. Это кинотеатр «Цитаделла». И если вы зайдете на страничку «Киноколдс» в Фейсбуке, там будет возможность также… В ивентах, плюс мы сами тоже очень часто публикуем информацию о новых сеансах. Так что, да. Сергей Мусатов, «Киноколдс» сегодня был в «Синеме». Спасибо большое. Спасибо. Встречи.